Китинов Батар Учаевич. Исполняющий обязанности заведующего кафедрой всеобщей истории факультета гуманитарных и социальных наук РД. Докторант Дипломатической Академии МИД России. Специалист ИСАА МГУ. У Академика Бартольда я нашел одну срочку буквально. Мне написано, что слово «Колнот» появляется вначале как будто бы не как этнографическое, а географическое определение слова. Меня это заинтересовало, и я стал искать. Я прочел те источники, на которые он сослался. Я прочел работы специалистов близких к этой теме. И я понял, что действительно это слово географическое. То есть это был вначале топонин. Айратов были переселены в эпоху Чингисхана, его ближайших преемников, на территорию Калмака. Это Сенесеев, Сенесея. Они были переселены на территорию будущей Джунгарни. Там жили Калмаки до Айратов. Их земля Калмак, кто живет в Калмаке. Они были известны мусульманам как немусульмане. Это были, видимо, тюрки. Это было смешано тюрко-монгольское население. Но важно было для мусульман то, что это Калмаки, немусульмане. И часто, и более того, даже это враги мусульман и ислама. И когда Айраты прибыли, их тоже стали называть Калмаками. Ну, понятно. Кто бы там ни был, если они живут в Калмаке, значит, они в Калмаке. Видимо, такая ситуация была еще и при Тагоне, который возродил слово Айрат. Поскольку, по-моему, Габар Шараба, кажется, есть. Или Батру Большого, Буши Тюмени, может быть. Да, у Тюмени, кажется, что именно Тагон Улан-Зала установил. Было, на самом деле, строго наоборот. Это открыто было Санчиром, кстати сказать. В источнике, да, это было, это об этом писал Лыткин. И ошибку нашел Санчиро в его переводе. Это не Айраты стали зваться Улан-Зала, а это Улан-Зала стали зваться Айратами. Вот, это было при Тагоне. Один исламский источник, тюркский источник, показывает, что Улан-Зала были еще в середине 14 века, в 1340-50-е годы. Это были именно Калмаки, да? Это речь идет именно про место, где жили Калмак, где были Калмаки, где жили Калмаки, да. Тогда же, кстати сказать, вот Узбек хан впервые проявляет себя, и слово Калмак звучит именно как этноним. Те, кто пошел с Узбеком, стали называть себя Узбеками, те, кто не пошел с ним, их стали называть Калмаками, да. Но это была, конечно, не та территория Калмака, о которой только что я говорил. Это о чем говорит? О том, что, значит, это слово уже раньше имело значение именно как немусульманина, да, как немусульманина. Конечно, это было, если в эпоху Чингисхана уже Айраты переселили на землю Калмаков. Более того, в Минском источнике так и написано. Это просто поразительно. Видать, Айраты и эти Калмаки были настолько близки, что в Минше записано жители Калмака и Айраты подобны в одежде, в пище, в образе жизни. Но чтобы это записать, это должно, значит, было потрясение какое-то быть. И, видать, для минских свидетелей это было просто поразительно, что здесь Айраты, есть Калмаки, и, по сути, это один и тот же народ, хотя разные. Поэтому, видимо, ну, может быть, да. И, видимо, поэтому было принято решение носить красные кисти, чтобы отличаться от местных Калмаков. После этого я подумал, а почему мне найти тогда карту? Может быть, есть карта, где эта земля так и названа, и знать, я ее нашел. Я потратил 8 месяцев на карты. Я читал, что я только не перечитал, я прочел географов Роборовского, Семеново-Тяньшанского, Нушкетова, Козлова. И, ну, разводи только одной строчке, две строчки, чтобы 500-600 страничные книги было перечитать. Но я нашел информацию подтверждающую, а потом я нашел карту. Карта 1676 года. Здесь вы видите, и мы все видим, показано место Калмак. Место Калмак. А кто составитель? Как топоним. Ну, там указано. Ну, конечно, это карта европейцы. Потому что Калмаки, как тартары, вот они, Калмэтии-тартары, видите? То есть народ, вот он, этноним. Это этноним идет, Калмак-тартары. А Калмак это топоним. И локализуется хорошо. Тут показан город Камул, это Хами. И показан город Турфан, вот он. То есть это все юг, Тянчон и юг. Могулистан, да, восточный Турфан. Соответственно, Калмак это северная часть, вероятно, часть Гранцов, часть Западной Монголии. Может быть, включая Алтай, может быть. Это была географическая, на два месяца. Да, да, да. То есть это место многовековое, и много века имело понятие, как место пребывания народов, которые не северуют ислама. А потом, когда возникнет Триханство у нас, тогда стали называть, все Триханство себя стали именовать четырьмя айратами. И отсюда они возродили слово элёт, то есть айрат, да. И он возродился именно не в плане этнографическом, а в плане религиозном. То есть элёт, это всегда был буддист. Итак, мы имеем два связанных с нами этнонима. Первый, Калмак, как немусульманин, и второй, элёт, или эрёт, или айрат, как буддист. Мы имеем право гордиться и тем, и другим. Понимаете, это наша история, это наши профили. Вы знаете, я занимаюсь историей буквально с первого курса университета. Вот, я поступил в университет. Тогда оказалось, в смысле, к концу первого курса оказалось, что наша советская армия несёт большие потери в Афганистане, и студентов стали забирать тоже в армию. И вот я после первого курса был призван в армию. Меня тоже готовили в Афганистан, правда, я туда не попал, в пульсоучебке оказался в Западной Белоруссии. Но мы готовились к Афгану, и, соответственно, мы изучали, то есть нам рассказывали про Афган, мы и сами читали разные материалы. И тогда я заинтересовался тем фактом, что, оказывается, в Афганистане был буддизм. А буддизмом я интересовался тогда не так, чтобы сильно, но это было одно из интересов в сфере духовности. Мне было интересно изучать, именно изучать и православие, то есть не христианство, даже в целом, а православие, и буддизм именно как традиция, которую я видел с самого очи. Вот как мои родители кланялись, там Золет мы зажигали, вот Сагансара отмечали. То есть вот буквально в таком стандартном каком-то режиме я сделал заметку себе, что оказывается в Афганистане был буддизм. А как это так? Ведь у меня в голове Афган, да и не только у меня, эта страна сугубо и всегда исламская. И когда я оказался в Западной Белоруссии, дальше служил, у нас, как ни странно, в полку была замечательная библиотека. Замечательная библиотека именно исторического плана. Я там прочел массу работ по истории, по религии. Там же я прошел, кстати, и Библию. Мне буквально из-под пола из города принесли почитать. Потом я вернулся в университет и дальше я более уже интересовался именно религией. И в итоге моя выпускная работа была посвящена буддизму в обрядах, традициях калмыков. К тому времени у меня сформировалось представление, ну я же как бы историк был общего плана. То есть нас готовили, хотя больше по истории России, тем не менее у нас были курсы хорошие по иным историям. Я понял, что наш народ, мало того, что... Собственно, каждый народ, конечно, уникальный, да? Но мало какой народ может сказать, что его география занимала обширнейшие регионы, буквально от, скажем так, от Маньчжории и до Сирии и Египта, от Южной Сибири и вплоть до Бутана. То есть вот огромнейшее, немыслимое просто пространство. И главное ведь на родине там присутствовал в своей активной фразе. То есть он остался в летописях, он остался в местных, локальных источниках. Собственно говоря, вот здесь, вот как раз так вот в этой монографии, которая вышла не так давно, я и привожу свидетельство, вот как называли айратов в разное время у разных народов. Например, Гориаты, это Марко Пол их назвал. Плана Карпини, другой монах францисканец, назвал их вайратами. Хойнерген, это были у ранних монголов. Сакпо, Ороды, это были у тибетцев. Вот, Калмаки у среднеазиатских народов. Китайцы эпохи Сан, эпохи Мин и Цин именовали айратов Бала. Позже, позже, да, кстати, на сироарамельском их назвали айратаи, то есть народы Сирии, народы Ирака назвали айратов айратаи. И вот их вот эти вот этнические, ну, то есть, как они назывались иными народами, вот эти вот этнические названия, применимые к айратам, они ведь сохранились до наших дней, и только последние буквально десятилетия, начиная с 90-х, наверное, готов, вот, в частности, арабские летописи стали все более вовлекаться, то есть стали все более читабельными, что называется, да, стали более вовлекаться, но и наоборот, и они показывают, что действительно народ и в этой части Азии тоже себя показал с очень достойной стороны. Я уже не говорю про то, что и так нам давно известно. Это другая часть, вот эта вот, огромная Евразия. Мало какой народ, я вам говорю, как историк, мало какой народ может такое сказать. Соответственно, мы должны об этом не только помнить, мы должны это иметь в виду всегда, когда мы ведем свои повседневные дела, общаемся с начальством, отстаиваем свои права, доказываем кому-то что-то, мы должны, кроме прочего, всегда иметь, так сказать, внутри себя ту мысль, что мы представители мощного, известного народа, что за нашими плечами стоят наши великие предки, именно великие предки, и что, так сказать, нам никого и ничего бояться неизвечем. Собственно, и тут я тоже привел какой насусе слоган, он вполне применим кайратам, он, возможно, вообще имеет такое вот коченническое начало свое, но тем не менее, не важно, кто против, важно, кто рядом. Кратко, емко, понятно, и мне кажется, вот это очень и очень применимо к пониманию нашей истории. Соответственно, я пришел к выводу, что знание истории, именно истории нашего народа, а если мы знаем историю нашего народа, мы знаем историю многих других народов, на самом деле. Вы знаете, когда вот в армии, когда был, кто такой первокурсник, да, бывший, так сказать, хотя тогда наш призыв был, ну, все были студенты в того призыва, но я вот как историк, тогда, конечно, не так много знал про Айратов, про Калмыков, тем не менее, когда рассказывал какие-то вот ситуации, и где проявлял себя наш народ, я не забывал об этом говорить. Собственно, и сейчас, когда я читаю лекцию студентам, я об этом говорю, и вот недавно, буквально даже моя студентка, неделю-две назад, мне говорит, а мы с мамой решили поехать в Калмыкию на майские праздники, поскольку вы нам рассказывали про Айратов, это очень интересно, мы хотим посмотреть, как живет этот народ сейчас. И это при том, что я-то специально про Айратов не рассказывал, просто я веду курс истории Китая. А история Китая, это ладно, когда мы говорим про постоянную угрозу качельников на границе Китая, это одна история. И другая, это история Мин, она всегда была посвящена борьбе с монгольскими народами, в первую очередь с Айратами. И история Цин, это борьба с монгольскими народами, и в первую очередь с Айратами. Собственно говоря, вот эта многовековая борьба была победоносна, скажем так, Цинами, доведена до завершения в 771 году. Но до этого, почти 4 века, мощный Китай был вынужден считаться с интересами Айратов. Причем Айраты мыслили масштабно. Это был не какой-то вот дикий набег, что называется, заскочил, разгромил и отошел. Нет, это была системная работа, вот поэтому-то им приходилось считаться, я имею в виду мощным империям, которые были, Ататсинская и Минская до них, приходилось считаться с Айратами, потому что там совершенно иной подход. Я не знаю, что могло повлиять на это. Я не уверен, что вот, потому что это Айраты, поэтому вот народ был такой, маловероятно. Потому как раз таки и сложились условия, что стало возможно появление Айратской конфедерации или там Айратского союза, как еще говорят. И вот эти самые условия и повлияли на эту политику Айратов. И это можно проследить буквально с момента начала выхода Айратов на мировую арену, а это было при Чингисхане, когда джучи покарились лесные народы, это 1200, ну, 6-ой год обычно говорят. Вот, 1206 года и по большому счету по 1771 год. 500 с лишним лет получают, 500, более чем 550 лет. К сожалению, я просто не знаю таких работ, боюсь, что таких работ больше просто, ну, еще не существует. где вот с этой точки зрения, то есть, почему Айраты были не то, что постоянной угрозой Китая, но почему с ними приходилось считаться мощным соседям, китайским разным империям, ну, как обычно, очень правильно сказать, Минская и Цинская империя, Российская империя, и к агломеранту тюркских народов. Будь то Запад, это казахские племена, или будь то Юг, это Магулистан. Вот, если бы с этой точки зрения изучить системно историю Айратов, то, наверное, это будет работа, буквально вот такая, знаете, фундаментальная работа, поскольку она сразу будет решать ряд вопросов. Это вопросы идентификации Айратов, это вопросы вообще сложения Айратов как народа, вопросы именно актуальности конфедерации, то есть, ведь отличие конфедерации от союза, в чем заключается? Конфедерация это временное объединение для решения каких-то задач, и туда могут входить и выходить любые члены. Союз нет, союз это жесткое, так сказать, сообщество с единым центром, с единым правителем, все там выстроено вертикально, в конфедерации нет, там нет единого правителя, каждый по-своему решает свои задачи, вот, но в случае необходимости они уже изначально союзники получаются, они решают совместно, потом снова как бы по своим домам и ждут очередной опасности, вот в этом суть конфедерации. Вот если вот это вот проследить вот причину возникновения конфедерации, кто туда входил, кто почему оттуда ушел, кто в итоге сохранялся, ведь были этносы, которые с тех пор и до сих пор идут, хойты, допустим, хойты, которые были тогда еще при Ченисхане, они существуют до сих пор. При этом были прошлые, которые не совсем айраты, то есть не входили в состав ни лесных времен, то есть не были относились к ранним айратам, но они позже уже твердо заявили о себе как об айратах. Это, например, турготы, которые пришли, договорились с тугоном тайши, с папой и сыном тайши, что они войдут в состав. То есть были не айраты, стали айратами. Хошуты, это вообще восточно-монгольский народ. Ввиду, раз прибыл к айратам, договорились, причем они пришли примерно в одно время, разница, наверное, лет 10, максимум 15 лет. Это все было при Тагоне. Тоже вошли в состав, и они существуют до сих пор, и мы знаем их всех как айраты. При этом более древние, ну, корнями уходящие в древность, это дребеты, это джунгары, чуросы, да, единый чуросский корень, они уходят уже к эпохе Тагона, Эссена, Тагона. Кто такие чуросы? Ну, по моим исследованиям, где я ссылаюсь и на источники, и на авторитетное мнение специалистов, это, скорее всего, таки были тюркские племена, которые вошли в состав айратов и смогли занять главенствующую позицию. Вернее, это был одно конкретно тюркский народ, известный, это более известный как чурассы. Чурассы, они же чуросы. По мнению Геннадия Чирича, Авляева, нашего известного этнографа, вот он считал все-таки, что это как бы был элемент, который сыграл на отюречивание определенное, но, мол, там все-таки у чуроссы корень как бы это айратский. Я пока не увидел больших противоречий по отношению того, что все-таки чурассы и чуроссы это одно племя. А вот уже дальше попадусь в чурассу, если говорить, ну вот я не копал так глубоко, это несколько иная ветвь, это нужно более знать те языки, если говорить не о переведенных височниках, типа чакатайского языка, допустим. Но даже переведенные показывают, что чуроссы это ну народ, видимо, по сложению примерно эпохи Чингисхана или плюс-минус примерно в то время. Тоже довольно ранний получается. Вот. Какие-то айраты уже исчезли или это вообще их просто вырезали, что называется. История, то есть у нас я хочу сказать более чем уникальная и проблема не только в том, что мы плохо ее знаем, проблема еще в том, что нашу историю искажает и мы не зная страниц этой истории мы верим этим искажениям, воспринимая ее как правду. Понимаете, вот мы считаем ага, вот эти ученые у них вот они источники, вот они более глубоко копнули, ну значит такое имело место быть. Но если бы мы знали максимально по крайней мере объективную историю, наверное мы могли бы сказать, что это выдумка. Вот в частности я могу, я привожу пример своей книги, могу сослаться еще раз сказать об этом примере. Вышла книга, известная книга, значит, известная под названием Абул Хайрхан, это действительно был очень известный деятель у казахского народа, очень известный, популярный, при нем казахи фактически уже вошли в состав России, то есть подчинились России и так далее. Но при этом некоторые историки отдельные страницы взаимодействия с аэратами в его эпоху, они несколько, скажем так, пересказывают не так источники. Допустим, вот в цинском источнике, то есть в минском источнике, извиняюсь, действительно, цинские источники эпохи Цивана Рабдана, это известный джунгарский правитель, да, есть письмо от Цивана Рабдана к императору, где он объясняет, почему он начал войну с казахами. И тут мы сразу должны взять на заметку, что в принципе значит, это нормально, и тут ничего зазорного нету. Если правитель некого государства кочевого пишет императору, оправдывая о своих действиях или отчитывая о своих действиях, это нормально, потому что Поднебесная она всегда была для кочевников авторитетом таким, духовным авторитетом. И поэтому, кстати, появление института Далай-ламы, ведь это почти одно время случилось. Институт Далай-ламы, я имею в виду не институт Далай-ламы, а власть Далай-ламы над Тибетом и власть Маньчжура над Китаем. Но это случилось разницей в два года, 1642 и 1644. На два года ранее Далай-лама пришел к власти, нежели Маньчжури в Пекине захватили Пекин. Так вот, но когда они увидели, что оказывается Далай-лама там тоже позиционирует себя как центр. Вот тут цинская машина запустилась и, надо сказать, признать, они работали очень грамотно и в итоге они взяли систему, тибетскую систему или, скажем так, в каких-то основных ее проявлениях или контекстово-какихстово под свой контроль. Но это один оттим, в принципе, я ее тоже заправил. Так вот, когда мы говорим про это письмо, там что написано? Он пишет Циван-Рабдан-Императору причины нападения на казахов. Я по просьбе хана по-моему Тауке, это несколько было Тауке, я не помню, не суть, возвратил его сына султана, который был у Далай-ламы еще будучи там со времен Галдана в Ашакту. То есть Галдан пленил его и отправил в Далай-ламе. И вот Тауке меня просил постоянно вернуть сына, я вернул сына, дал ему 500 человек эскорта сопроводить к отцу. Всех убили 500 человек. Они нападали, напали на эскорт моей невесте, на моей невесту, дочери Аюки. Вот. Они, значит, убили такого-то моего подданного. Вот вот эти вот причины, по которым я начал войну. Ну, я не мог отмолчаться. А что пишут исследователи, изучающие эпоху этого известного правителя, ну, то есть касаемо в частности этого случая. оказывается, Тауке, он задержал 500 человек эскорта султана. Вот. Ну, это же неправда. То ли убить сонных людей, то ли задержать. Да? Возможно, я даже могу сказать, что возможно, это один из редких случаев, но он очень показательный. Что если бы мы не знали бы источника, ну, мы поверили бы, что, ну, действительно, 500 человек задержали, зачем из-за этого нападать на соседний, как бы, братский народ? Да? Но надо признать, что были, конечно, огрехи, естественно, это же качельники, айраты, и калмыки, это тоже качельники. Есть информация, что когда в 771 году калмыки выдвинулись, то этот поход уже был согласован с китайской стороной, то есть с маньчжурской стороной. Но калмыки шли, как бы сказать, на подъеме, что вот на родину, там пустая земля, это ждут и Далай-Лама, и император, все согласовано. И, видать, вот на этой волне они разбили какой-то улуз казахский. Этого не должны были они сделать, поскольку было согласовано, что они так проходят, их пропускают. Ну, а раз их разбили, то, естественно, пошла месть, понимаете? И, а там еще и Екатерина подключилась, и пошло давление со всех сторон. Я этот источник не видел, но я вполне допускаю, потому что информация была из третьего, из третьих источников. То есть, это были не казахские источники, это было какой-то сторонний источник. Может быть, типа башкирского, но я не помню. Мы должны понимать, что нет, конечно, идеального народа, правильно? Так же, как и нет идеальных людей. Но есть страницы, которым надо гордиться, и у нас этих страниц гораздо больше, ну, чем может быть, скажем так, в среднем статистическом плане, да. Собственно, и даже наши ламы, которые тогда были, и, кстати сказать, которые вели Калмыкова обратно в 71-м году, среди них были действительно просто реально працинские деятели. Собственно сказать, то ли их просто уговорили, то ли... Нет, во-первых, они все действительно верили, что делают правое дело. Действительно, веками Нанкин, Пекин были центром цивилизации. Вот, ну, как бы, в той части Азии так было на самом деле. Когда я это говорю, некоторые мои коллеги в институте говорят, ну, ты все-таки, делай акценты, мол, то ли это ханская была тогда династия, то ли там маньчжурская династия, или монгольская, мол, это тоже имеет значение. Но, как бы там ни было, все-таки Китай в этом масштабное всегда было. Даже если мы говорим, мол, была маньчжурская династия, это империя, и Китай как часть этой маньчжурской империи, но, как ни круче, это была самая большая часть, и в ней находилась столица. Но есть, конечно, нюансы, но я хочу сказать, что Пекин или Нанкин, это были всегда, в свое время, потом и Лаян, и Чанян, в свое время, они все были всегда центром притяжения, духовной силой такой. И, конечно, были наши духовные лица, айратские и калмыцкие, которые с этим считались, поклонялись. Да что там говорить, Далай-лама, он как бы получал подтверждение, диплом, сертификат от императора. Это, ну, это нормально, это как бы стороны друг друга признают, в этом ничего зазорного нет. Но вот, все-таки, вот эта вот працинскость, вот этих вот лам наших, особенно отдельных деятелей, они здесь, как сказать, названы, что называется, по именам, сыграло свою роль, что правитель Увашихан решил уйти, вот, и народ понес просто колоссальные потери, и, конечно, цинская сторона была заинтересована, чтобы калмыки пришли максимально ослабевшие. И, видимо, когда вот начались вот эти столкновения в степи, когда на калмыков стали нападать, со всех сторон, видимо, это для цинской стороны было более чем подарок судьбы, что называется. И калмыкии, рассчитывавшие, что там место пустое, а это даже в цинских источниках написано, почему-то цензура это пропустила, что они считали, ну, после джунгаров там пусто, мы решили вернуться на прежнюю родину. Вот, но там, конечно, пусто не было, там уже был Синьянь, вот, и калмыкам ничего не оставалось, как там сказано в источниках. Неделю они совещались, что делать, сзади набегают, спереди своей мощной армии, но надо сдаваться. Признали себя подданными империи, правда, правда, с одной стороны император сделал, видимо, не могу сказать, что максимум, но очень многое, чтобы их приветить. Он осадил у Баши его титул ханский, дал свои манджурские титулы его окружению, вот, другим лидерам пришедших калмыков, вот, выделил там пищу, там, и так далее, и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны пошла политика дальнейшего ослабления, потому что постоянно были угрозы мятежа у монгольских народов. После падения Джунгарии и возвращения калмыков прошло сколько лет? 16-17 лет прошло. Поэтому Монголия тоже была неспокойна. И игра шла вот такая, вот, знаете, так сказать, очень тонкая. Императору нужно было учесть массу факторов. Надо признать, ему это удалось. Он действительно был и великий император Цинлун, правил 60 лет, так же, как и его дед. Собственно, он-то и ушел в отставку, ну, как, отдал трон сыну, сказав, что он не хочет править больше, чем его дед. Дед правил 60, и он 60. То есть там были тоже очень мощные традиции, и, конечно, маньчжуры, это, по-своему, тоже уникальный народ. Мы, к сожалению, плохо знаем маньчжуров. Наука, в принципе, я хочу сказать, плохо изучала маньчжуры, их историю. То, что все-таки наши предки сделали, это вписано просто, вписано во все хроники, во все серьезные работы, типа энциклопедия Британика, допустим. Поэтому я считаю, я не то, что считаю, я уверен, что так оно и есть. Чем больше мы знаем свое прошлое, тем более мы можем себя чувствовать свободно, знаете, так сказать, не ощущая никакого комплекса. в чем бы то ни было, какой бы то ни было ситуации. Мне кажется, у нас, у многих, в большинстве, ну, у многих, это на уровне подсознания есть, понимаете, вот, это существует. А вот еще дать к этому информацию, то есть не просто вот, сучать кулаками в грудь, да, а еще вот подкрепить это дело, чтобы, если вдруг пойдет разговор, можно было и по ходу разговора, так сказать, рассказать о прошлом. Это сильно, это сильная сторона. Мне приходилось видеть, когда я был в армии, вот, да, когда был, как слушают другие, представители других народов информацию о себе же, тем более в связи, например, с айратами. Это, знаете, это поразительно просто. И позже мне приходилось общаться с народами Средней Азии в разных ситуациях, и когда я им рассказывал, они смеялись, бывало такое, смеялись, потому что они не верили, что их история могла настолько плотно с нашей иногда пересекаться. У них это просто вычищено, знаете, вот, не было и забыли, было и неправда. Но потом до них доходило, они просто замолкали. Вот, это просто паразитно было видеть. Так что, действительно, я считаю, вот, ваш посыл, что знание истории, оно помогает, оно и помогает, конечно, оно и поддерживает, но главное, оно позволяет нам дальше строить планы. История, она содержит в себе семена будущего. Просто увидеть это семя и правильно его, так сказать, взрастить. Вот это, наверное, сложно. И если бы люди это знали бы, как делать, наверное, проблем, так сказать, у многих не было бы. Но мы-то помним, нас не так много, но мы помним. А ведь других гораздо больше, может быть, и они не помнят. Но мы помним, и мы хотим докопаться до истины. Мы это делаем, может быть, потому что мы знаем, что нам стыдиться нечего, очень по большому это счету. А иные, может быть, этого не делают, потому что там будет гораздо более непонятных страниц, больше столкновений мнений, вот, и в этом плане у нас больше шансов. Поэтому мне кажется, что у нас есть позитивное, так сказать, позитивное основание. Задача понять, причем правильно понять, правильно истолковать, донести и реализовывать. Вы знаете, иногда бывают случаи, в случае, в смысле, я имею ввиду, вот, когда идет фраза, типа, или где-то мы услышим что-то, или вот, как конкретно вопрос ко мне, да, и сразу устраивается какая-то вот мысль, она несколько иного плана, но хватает какие-то отрывки из этого вопроса, да. Вот, в частности, меня, что во всем этом особенно зацепило, будет ли у нас такая история, а история это всегда прошлое, то есть, будет ли у нас такое прошлое, в каком-то смысле, вопрос звучит так. А ведь мы говорим о будущем. Прошлое у нас, хоть и было великое, оно было тяжелое, поэтому такую историю, все-таки, не хотелось бы иметь. Но опираясь на нее, нет, вопрос, как раз таки вопрос не в этом, я же говорю, это очень интересно. Вот бывает такая фраза, которая заставляет мысль уже работать, как бы, в ином угле, под ином углом зрения, да, и это очень хорошо, это очень была, очень хорошая фраза, вот эта вот, будет ли такая история. Бывает, знаете, вот такие фразы редко звучат, так что это здорово. А теперь, что касается сути, понимаете, все-таки мы кочевники. Конечно, евреи, в принципе, когда-то тоже были кочевники, но это было очень давно. Армяне, ну, маловероятно, что они имели какой-то кочевой опыт, как бы там ни было, эти народы, они оседлены. Это с одной стороны. С другой стороны, Айрат, это все-таки была конфедерация, которая собираться могла, распадаться могла, потом снова собираться. Вот. И кочевники, как правило, они все-таки, ну, все-таки кочевник, кочевнику рознь, конечно. Поэтому у Айратов, мне кажется, подобное может быть, подобное, но не как у них, то есть таких мощных структур, я не предвижу, то есть, мне кажется, это невозможно именно уже, поскольку в основании, такого основания нету. У нас на ментальном уровне не заложено такое, мы привыкли полагаться на себя. Это наша история нас такими сделала. Для нас один в поле это всегда воин. Я не хочу сказать, что это хорошо, но это вот так получилось. У них нет, у них всегда семья, у них всегда сообщество, у них всегда, как сказать, какая-то, в каком-то смысле, круговая порука. Они тянут, помогают, поддерживают, вытягивают. У кочевников в целом, у Айратов в частности, маловероятно такое в будущем, потому что прошлого такого нету. Прошлое показывает такое возможно только на короткий период времени. Смотрите, Айраты были действительно в свое время разбросаны, и, например, часть исламского мира они пропали. Имеется в виду, они были абсолбированы исламским сообществом, потому что там что акцентируется? В исламе все братья, да? То есть не важно, кто ты там, араб, эфиоп, тюрок, братья. То есть в первую очередь мы братья, и только потом араб, эфиоп, тюрок и так далее. Буддизм, буддизм, он, наоборот, сохраняет идентичность, он поддерживает ее. И более того, он может способствовать развитию другим идентичностям на основании, на базе первой, при этом первой не исчезает. Поэтому я и говорю, что буддизм сохранил калмыков, иначе мы могли бы, нас могли бы разбить, никаких конфедераций не было бы и прочее. Именно буддизм сплачивал. И вот как раз на основе подобных этно-религиозных идей я вижу возможность сплочения в наше время уже айратов, будь то, которые живут в Юго-Усочной Азии, в Европе, в Америке, в России, в Монгории, допустим. Вот, то есть это должно быть все-таки основание, должно быть не какие-то мощные, а их у нас, собственно говоря, кажется и нет, не какие-то мощные бизнес-структуры, какие-то вот такие элитарные структуры, а вот именно то, что всегда народы наши вытягивали. Этнос и религия. То есть мы айраты, мы можем объединиться, решить, вот давайте, допустим, условно говоря, есть родина, ну, родина современных айратов, это калмыки. Единственный субъект во всем мире, имеющий определенную, то есть признанную степень, право на свою территорию, да, 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 на свою культуру и так далее. Такого больше нигде нету. Вот давайте вложимся в нее. Это сработает, это вполне реально, тем более так оно есть на самом деле. В этой части вообще, мне кажется, нам, то есть монгольским народам, в кавычках, повезло. Мы многое потеряли, но в отличие, допустим, от тюркских народов, у которых масса стран, да, у нас есть Монголия, одна страна, и есть Калмыкия, одна республика. Ну, я уже не говорю там Бурятия, само собой, то есть мы сейчас говорим все-таки про айратов. Да, Монголия, она может помочь, она хочет помочь, она, так сказать, признательна нашей истории, нашему народу, и мы признательны Монголии, Монголам, и Монголии в том числе. И есть Калмыкия, которая тоже имеет своих представителей, в том числе и той же Монголии. Мне кажется, вот на этом базисе вполне возможна реализация определенных проектов. А дальше видно будет. По крайней мере, мы знаем, что есть определенное реальное причем основание. Вот, но вообще, вот если год по новой, ну, скажем дальше, конфедерации, наверное, есть смысл, действительно, вот как-то так это будет определенное объединение, оно такое внетерриториальное, скажем так, надтерриториальное, да, которое решает какие-то вопросы, исходя из чего-то общего. А вот у нас у всех, и даже буряты одно время были в составе айратов, после того, довольно ранний период, потом они ушли. Но в источниках это отложилось, в том числе и в бурятских источниках. Ну и Монголы, конечно, тем более, что отдельные Монголы, особенно южные Монголы, они входили в составы айратов тоже. Вот это тоже отражено, по-моему, Угабаншараба. Это, если не Угабаншараба, это отражено. Это, мне кажется, интересная мысль, да, это вполне есть ее, так сказать, проработать. У меня выходила книга в 19-м году, называется «Цивилизационная основа политического процесса». Там я изучил перспективы буддизма в России, в частности, на примере, Республика Калмыкия, рассматривая в целом Каспийский регион. Там я, как сказать, обосновал, что для того, чтобы буддизм пребывал в Калмыкии, у калмыков, это невозможно без помощи таких государств, как, ну, собственно, Россия, конечно, как Китай, Индия и Монголия. Потому что роль государства, она на самом деле возрастает. В 90-е годы говорили государство, роль государства все дивизируется, исчезает. Нулевые годы вот стали несколько сомневаться в этом. И вот последние лет 10, наверное, пошла волна, которая, ну, я имею в виду, работа, волна публикаций, где доказывается, что все-таки роль государства, она возрастает. И мы это видим вот буквально в наши дни, что государство, оно не собирается теряться ей позиции. Следовательно, в таком случае вот эти государства, они нам близки. Каждая по своему Индия, Китай и Монголия. И они активны, особенно Индия и Китай, в Каспийском регионе. То есть все-таки опять мы говорим про Каспийский регион. Действительно, эти страны мы видели, их представители, их послы, да, посланники приезжали в Калмыкию. Но по ряду причин почему-то здесь что-то не сработало. У каждого на свое понимание, в чем-то общее, в чем-то различное. Почему местная власть не пошла на контакт, либо наоборот, что они увидели такое здесь, что не пошли, их планы не пошли. То есть идея это хорошо, а чтобы она была реализована, наверное, должны быть иные люди просто юной раз. Просто должны быть иные люди, которые стоят во главе каких-то управленческих структур, которые могут принимать, должны принимать соответствующие решения. То, что государства светские, Индия светское государство, да, Китай светское государство. Но в этих странах буддизм имеет свою достаточно мощную поддержку. Вот, кстати сказать, вот в этой своей монографии, о которой я говорил, предыдущей, это допрос, то есть отдельно я изучил состояние буддизма в современном Китае, и отдельно в современной Индии. Там это очень и очень, как сказать, оно актуально, и более того, в их между, в межгосударственных отношениях религиозный фактор довольно так чувствителен. Нам всем известен Кушок Бакуларинпочи, который приезжал к нам в Калмыкию с лекциями. Собственно, он первый открыл вновь буддизм для нашего постсоветского общества, или, скажем, позднего советского общества. Но ведь он, кроме того, что он, если есть традиции Гиллук в Ладаке, ну, понятно, гражданины и прочие, он же был послом Индии в Монголии, как бы в тот самый момент, когда возникали напряженные отношения между Китаем и Индией, и, соответственно, Дели направила Ламу, высокопоставленную Ламу, как своего посла. По-своему, это уникальный случай, на самом деле. То есть и на таких тонких контекстах показываются роли религии. Поэтому, на самом деле, религия, она актуальна в политике, она актуальна в какой-то смысле в экономическом развитии. Насколько это удастся реализовать, я имею в виду, учитывая действительно сельский характер нашего государства, насколько удастся использовать потенциал буддизма именно как религии, ну, собственно, так он и есть, да, получается. Все-таки, я думаю, тут не стоит ссылаться на то, что вот государство светское, поэтому есть какие-то трудности. Вопрос, скорее, более такого плана. Ну, не то, чтобы локального, но вопрос надо, наверное, ставить так. Так, должны быть разные средства для подъема экономики, допустим, республики, если мы говорим конкретно про коммуника, да, для увеличения благосостояния народа и так далее. Если религия этому помогает, почему бы ее не использовать? Я имею в виду религию, пускай даже не как религию, но как мост, как средство, которое коммуницирует наши страны через Москву, я имею в виду через федеральный центр, да, понятно, вот сложно, наверное, региону выходить на связь с иными, пусть даже регионами других государств, да, это все должно решаться, как всегда, через центр. Это решается, то есть это такое можно решать. Видимо, нужны новые какие-то вот эти вот мысли нужно облечь в соответствующей формулировке, которая соответствует документам, положениям, и запускать процесс. Времени утеряна масса, это можно было начать в 90-е годы еще делать, ведь возможности были такие. Одни только волны осензянцев, чего стоило, когда вот они шли сюда коммуника. То есть это было на наших глазах, и это была правда. Почему не получилось, второй вопрос. И сейчас тоже. Это все, по крайней мере, многое. На основании этих идей можно что-то сделать. Ну, наверное, опять-таки вопрос надо запускать, не только ожидая, когда верхи, когда власть за это возьмутся, но, наверное, и снизу должна быть какая-то инициатива. Без поддержки государства буддизм постепенно исчезнет. Это прослышивается, это, как бы сказать, то есть я пришел к такому выводу на основании изучения, да, вот, вопроса в целом. Конечно, этого бы очень не хотелось бы. Смена религии и смена населения. Это вполне возможный сценарий такой. Но государство, оно может, как минимум, поддерживать буддизм, как минимум, а вообще может способствовать его развитию, в том числе, вот, в части, как бы сказать, помощи, организации помощи со стороны таких же буддистов. Буддистская организация, там, стран буддистских и так далее. Вот, почему государство должно быть заинтересовано? Опять-таки вспомним историю. Российская империя всегда, я бы сказал так, всегда поддерживала буддизм, если до этого доходило, да, в первую очередь, с точки зрения геополитики. В первую очередь. То есть интересы буддизма как религии, я в политике государства большого такого не увидел. То есть в реальной политике. Но буддизм, как помощь государству в усилении своих позиций на юге страны, на юго-западе страны, это сто процентов, даже, можно сказать, более чем сто процентов. Это, в любом случае, не это народ Калмыкии. Это не тюркский народ. Это народ не Кавказский, ну, не Кавказского региона. И это не мусульмане любых течений. И это не христиане, которые не православные. То есть это то, что как раз-таки очень ко времени появилось в нужном месте. Не зря это было, в общем-то, особенно явно при Петре, при Екатерине, второй это позже будет, и ранее при Елизавете Петровне. Елизавета Петровна вообще считает императрицей, которая очень благоводила буддистам, буквально, так сказать, поддерживала всегда их. И здесь мы видим чистую геополитику. Ведь, как сказать, религия должна поддерживать. И вот как раз-таки, когда стали сокращаться связи с Тибетом, по разным причинам, кстати, об этом тоже здесь сказано, и на это была направлена политика двух дворов, цинского и русского, российского дворов. Они имели каждую свои цели. Цины хотели прекратить связи, чтобы калмытии просто перешли к ним, потому что у них можно без проблем ходить в Тибет. Для русских это был вопрос принципиально в каком плане. Калмыцкие ханы, как подано Российской империи, должны получать ханство, право только от Питера, от императора. Потому что чуждый авторитет, да, сторонний, заграничный, это, конечно, не норма. Ну, как бы мы с этим все согласны. И вот из-за этого и пошел конфликт, который пошел по нарастающей, и после этого мы имеем 771 год. Поэтому я не совсем уверен, что если следовать историческим нашим прошлым, если будем понимать наше прошлое, я не совсем уверен, что власти, они будут заинтересованы буддизм именно как в религии, но как в учении, как в духовном учении, которое может и должно укреплять эту часть страны. Более того, ведь буддизм, по сути, одна из немногих, или, скажем, я бы даже так сказал, первая среди равных, или, может быть, даже номер один религия, которая стоит за единое, твердое, централизованное государство. Вот. Это было отмечено еще в эпоху Древней Индии, что буддизм выступал за противораздробленности. И оно, вот эту вот идею, оно всегда имело, и главное, оно всегда у буддистов в голове сидит. С кем бы вы ни поговорили, будь то монах, будь то обчиновник, простой буддист любой страны, ну, в смысле, буддистской страны, да, вообще, буддистского сообщества, у них это в голове сидит, что должен быть один правитель, должно быть сильное государство. Буддизм даже, и как учение, оно ни в коем случае не противоречит тому, что заложено в Конституции России, ну, и вообще в строе российском. То есть у государства нет никаких причин не любить буддистов, нет никаких причин не поддерживать его. Но другое дело, что оно, конечно, в первую очередь заинтересовано в поддержке со своей точки зрения, да, со своих интересов. И они у него есть, и они совпадают с буддистскими. Но мы тогда оказываемся идти к такому подвешенному состоянию, что это все хорошо, конечно, там, и учение, как идеология, да, идеология, как учение. А как народу быть? Вот. И вот в этом плане, да, в этом плане нужно ходить, объяснять, доказывать, привлекать. И это вполне возможно. То есть я знаю, что есть действительно толковые, ответственные люди, действительно патриоты России, которые, для которых буддизм — это не пустой звук, которые помнят историю, которые считаются, именно считаются с историей. Сейчас, мне кажется, очень такое вот время отсоответствующее использовать этот фактор. Общество, вернее, сообщество духовных деятелей — это, как обычно говорят, это, в общем-то, правда, слепок общества, какое существует. Вот. Есть общество, допустим, в любом обществе 10-15% населения — это люди, ну, несколько неправильного, грубо говоря, девиатного поведения. Уберете эти 10-15%, через все время они снова появятся. Правильно? Так что и ламы, это не только ламы, и священники, и мамы, кто угодно. Это тоже не все люди соответствующие. Но на что, на такие примеры, что говорит Далай-Лама? Что главное — это должен быть учитель, которому вы верите. Не надо ходить от одного учителя к другому учителю, к третьему учителю. Это неправильно. Так, скорее, больше разочарование будет. Если мы видим, если мы знаем, какие у нас наши древа генеалогические, ну, слишком не то сказано, какого наше прошлое, как мы взаимодействовали, какие бывали ситуации, это один момент. То есть это позволяет понять, почему мы разные в каком-то смысле. Вот, с другой стороны, мы должны признать, что до последних десятилетий, там, условно говоря, сто лет, мы потеряли связь, и это дает определенные негативные явления. Ну, и, наверное, третье — это то, что каждый из нас, если он желает будущее, хорошее будущее для нас всех, он должен где-то пойти на компромиссы, а где-то доказать свою правоту. А вот, чтобы знать, где возможны компромиссы, а где он более прав, он должен иметь какой-то фундамент. То есть мы возвращаемся снова к тому, о чем я и говорил, знания нашего прошлого. Каждый может быть наполеоном, да, так сказать, маленьким или большим, неважно. Но не у каждого есть то, что он может доказать. И вот это для одних сильная сторона, для них это слабая сторона. Пусть каждый начнет интересоваться, и тогда будет ясно, кто действительно лидер, а кто скорее ведомый, у кого позиция более прочная, а кто не разобрался и случайно оказался не в том, так сказать, лагере. Субтитры создавал DimaTorzok